Привет! Сегодня на обзоре очередная башня ближнего боя. Это мрачное кладбище, порождающее зомби. Враги, которым не повезло умереть рядом с этим кладбищем, превратятся в безмозглых зомби, которые будут бродить туда-сюда, атакуя врагов до тех пор, пока их не убьют. Эта башня порождает зомби не только из павших врагов, но и сама по себе. Зомби могут появиться в любом месте в пределах этой области, что иногда не очень удобно. Мрачное кладбище – премиальная башня стоимостью в 3 доллара, и она может призывать до 5 зомби одновременно, что является рекордом для башен ближнего боя. Итак, на первом уровне появляются совсем слабые зомби, имеющие 110 единиц здоровья и 1-2 единицы атаки. У них нет определенного времени возрождения в случае смерти, зомби может восстать мгновенно, если будет труп поблизости. Второй уровень – внешний вид зомби никак не меняется, да и характеристики тоже слабо изменяются. Здоровье становится 169 единиц, а урон – от 2 до 4 единиц. Третий уровень – 234 единицы здоровья и от 3 до 6 единиц урона. И, наконец, четвертый уровень – зомби снова никак не меняется внешне, как у других башен, но его здоровье повышается до 312 единиц, а урон – от 4 до 11 единиц. Появляются три навыка. Холодная хватка позволяет создавать зону каждые 5 или 12 секунд, полную тянущихся из-под земли рук, и они замедляют врагов. Следующий навык – добавка зомби-экс, который улучшает зомби, делая их сильнее. Применив ее, мы увидим, что зомби стали выглядеть иначе. Их здоровье увеличилось и стало 390 единиц. Урон также возрос и стал от 7 до 13 единиц, что все равно очень мало. И последний навык – вздувшиеся трупы. Каждые несколько секунд следующий зомби будет взрываться при смерти, нанося 60 единиц урона ближайшим противникам. Ну а теперь смотрим на зомби в деле. Напомню, что мрачное кладбище спавнит до 5 зомби, а это значит, что они, по идее, должны хорошо останавливать толпы врагов. Однако на деле оказалось все довольно печально. У зомби низкая скорость перемещения и атаки, и они просто не успевают быстро убивать даже слабых гномов. Для этого им нужно нанести как минимум 3 удара. И к моему удивлению зомби стали пропускать. И пропускать много, включая счетчик. Субтитры создавал DimaTorzok Восемнадцать. И это башня, которая стоит 3 бакса. Ну давайте поглядим на бой с геомантом. Тут тоже все печально. Посмотрите, как неудачно спавнились зомби. Геомант просто прошел мимо них, так как они сильно рассредоточились. Ладно, я поставил башню уже в другом месте, на пути следования геоманта. И вот он встречается с первым зомби. Они какое-то время дерутся, и геомант идет дальше. Ему снова попадается одиночный зомби, с которым они довольно долго бьются. А затем следующий зомби снова дерется в одиночку. В этом нет никакого смысла. Поодиночке они его не убьют. Нужно накинуться всем вместе. Но этого не происходит из-за того, что зомби спавнятся слишком разрозненно. Конечно, по идее в настоящей игре зомби на какое-то время будут сдерживать сильных врагов, а башню в это время будут долбить. Но все же эффективность такого сдерживания крайне мала. Итак, мрачное кладбище неэффективно против толп врагов из-за своей медлительности и низкого урона. И даже то, что зомби появляются в количестве аж пяти штук, ситуацию не спасает. Также зомби неэффективны против сильных врагов, особенно если те будут бить по площади, как некоторые боссы. За что платить три доллара, не знаю. Покупать башню не советую. Ну а завтра вы увидите обзор на элитных истязателей. Ну а пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok